И здравствуйте, друзья, любители красивого Counter-Strike! Ночь только начинается, значит начинается интересный Counter-Strike! В рамках, конечно, всё того же ИЦС North America Group, у микрофона работает Гомер, а мы с вами наблюдаем за зарубой Energy и Immortals. Пистолетный раунд прямо сейчас мы уже посмотрели, вернее, его завершение, который, ну, просто бесшансово выигран командой Immortals. Я вот не знаю, звук у меня есть на трансляции или он только мне не отдаётся. Ну ладно, это не важно, друзья, пишите в чатике. Пока будем разбираться по ходу дела то, что происходит. Просто всех рад вас видеть на этом замечательном стриме. В принципе, интересные команды у нас сейчас, Immortals. Насколько я помню, какое-то время точно выходили из группы по ситуации на тот момент. Сейчас же у них есть определённые трудности, поэтому им надо бы побеждать. Но на тему Energy вы все всё прекрасно понимаете. Эти ребята находятся в статусе андердогов в большинстве матчей, в которые они участвуют в последнее время, потому что не так много успехов мы от них видим. Ну а пока, ну, в этом раунде у них тоже особо никаких-то приятных предпосылов нету. Скорее всего, да, ровно это и происходит. Хени, Болтс кладут своих оппонентов, ну и отправляют всех дружно на респаун. 2-0. Так, параллельно, друзья, подгружаю чатик для того, чтобы была возможность с вами общаться. Всё-таки у нас сегодня с вами 4 Best of One матча. Хочется, конечно, как-то скрасить этот потрясающий вечер для кого-то ночь. Ну, для тех, кто вплотную знаком с киберспортом, уж точно вечер. Приятными общениями в чатике. Поэтому, если есть что, пишите, задавайте вопросы, обсуждайте какие-то темы последние. Ну, например, как вам недавняя победа NAP. Лично я очень рад, но давайте об этом, наверное, попозже. Пока посмотрим, вот сколько киллов успели бы сделать Energy. Только один. Не особо, конечно, показатель, но вы все-все сами прекрасно понимаете. Всё-таки при счёте 3-0 тут всё достаточно очевидно происходит. И вот только уже по девайсу мы сможем с вами о чём-то рассуждать. Например, о том, сможет ли Петер перестрелять Хенни, который уже себе так же купил АВП. Ну, любопытно то, что два фармгана остаётся. При этом это МП-9, Лукаса и Стила. Ну, вот знаете, был бы Юмп, я бы ещё понял, наверное. А вот МП-9, и этот вариант... Ну, далеко не Фонтан, как по мне. Ну, что тут поделаешь. Ладненько. Если смогут реализовать, то хорошо. Если нет, то уже проблемы непосредственно команды. Давайте смотреть. Стил походу уже настроим. Реализовать МП-9, но ещё больше настроена пуля Легии. Влететь прямо тому между глаз. Но, тем не менее, размена обеспечить. Смог товарищ Лукас. Пока всё очень с переменными успехами проходит для команды Immortals. Бразильцы уже потеряли двоих игроков. И при этом смогли забрать только Фагли. Ну, так себе девайсно, если честно. Особенно, если учитывать факт отсутствия практически полной раскидки. Только у Хенни имеется зажигательная краната и флешка. Ну, и, в принципе, численный перевес на стороне Energy. Ну, что тут уже поделаешь? Плюс в чат, если не сделали уроки. Я плюсую. Ребят, я не делал уроки очень давно. Класса с седьмого. Ну, ладно. Так не делайте никогда. Иначе жизнь вас заведёт в страшные повороты какие-то, как это завёло меня когда-то. Лукас сейчас должен делать красоту. Ну, один килл обеспечил, далее отходит. Кстати, запалил бомбкерри. Это явный повод давать инфу тиммейтам, чтобы те уже стягивались на приёмку. Всё делает грамотно. Пытается не давать себя разменять. И вот теперь 3 в 3 принимать можно без особых проблем. Начинается выход. Все идут через яму. А здесь перекрёстный огонь. Лукас Айхени, царь-флэшка, Лукас. Ну, правда, вот при такой царь-флэшке стрельба была не очень. Но, тем не менее, до поры до времени ПТР при 1 в 3, 10 секунд. Здесь ему уже разыграть, конечно, не дадут в полной мере. Он будет погибать. И всё-таки 4-0. Пишут, что со звуками микрофонит немного. Ну, кстати, вот не знаю, друзья. У нас тут пока просто всё. Немного экспромтом происходит. Обычно на ночных трансляциях, те, кто бывает тут часто, те знают, у меня есть замечательная уютная студейка с диванчиком, на котором я, аккуратно закинув ноги для вас, комментирую матч. А здесь вот ту студию разобрали. И я непосредственно с места обсерверов для вас освещаю этот матч. Поэтому на не совсем родной гарнитурке подобные траблы могут быть. Попытаемся пофиксить по ходу дела. Если нет, то извините, не серчайте, друзья. Действительно, как-то это всё произошло уж больно экспромтом, что ли. Не знаю, вот подобная ситуация. Ну ладно, будем читать по ходу дела. Если что, какой-то фидбэк будете давать. И это главное. Ну, пока очередной экономический Энерджи не смогли разыграть численный перевес. Ну, наверное, стоит отметить то, что бразильцы отыграли здорово. Как по мне, тот же Лукас, который занял непредсказуемую позицию, к которой не были готовы Энерджи, ну, смог удивить своих оппонентов, собрать должную инфу. А далее уже тиммейты разыграли. Всё очень грамотно. Теперь же задача хотя бы установить пакет, судя по всему, для ребят из Энерджи. Ну, и с ней они, по ходу дела, уже не справятся. Смаки легли, но это никакой проблемой не является абсолютно для бразильцев. Те просто вышли из-за них и дальше начали собирать кровавую жатву, уничтожая раз за разом всех своих оппонентов. Ну, пока всё просто и понятно. 5-0, в принципе, старт дефолтный. Наверное, бразильцы, в принципе, хорошо начали, забрав и не только пистолетный раунд, не только первый девайсный, но и на живой тоже уже обеспечили себе неплохой перевес. Гобби! Старичок! Как-то вот не видно его в последнее время. Очень и очень старый. Я бы даже сказал, наверное, древний игрок в Counter-Strike, но вот заслуги его тоже уже вполне древние. Пока не лучший выпад под флешку от Лукаса. Его законтролил Легия, при этом очень грамотный мув. Ну, и тем самым обеспечивая 3-кил для своей команды. Так. Тут параллельно я пытаюсь заглядывать, что происходит. У нас в замечательном чате, но давайте, наверное, в перерыве, когда будет или экономический, или ещё какой-то движ. Ладненько! Что придумали Energy? Пока, походу, дело ничего. Растянулись просто по всей карте, играют до контакта и ищут возможности. Ну, в принципе, Стилла немного подпалили, но никак не смогли этим воспользоваться. Вот в чём беда. А вот Фагли уже подловили. Фелпс отыграл вполне себе грамотно. Я даже не могу как-то конкретно выделить его действия. Он просто стоял банально и ждал того прекрасного момента, когда к нему подойдёт его жертва. А она, собственно говоря, и подошла. Далее Хенни уже должен играть ключевую роль в этом раунде для своей команды. Играет он пока что её не лучшим образом. Всё-таки первая пуля прошла мимо голов оппонентов. Далее уже Тапсон пытается открываться. Хорошая флешка Фелпс. Ну, неплохое открытие, но, тем не менее, размены один в один. Всё ещё можно выйти для команды Energy. Но тут всё тот же Хенни. Стилл уже находится на шарте и готов закрывать своих оппонентов. Боут, Стилл, серия минусов. И вот теперь только Тапсон, который погибает. И это 6-0. А значит, самое время заглянуть в чат, друзья. Поскольку денег на полноценный бай там не будет. Так. Ну, говорят... Спрашивают, как стал комментатором в другом году. Была такая замечательная штука. Называлась она «Школа комментаторов» на SLTV. Много свободного времени. Желание, наверное, какое-то работать. И... Абсолютное отсутствие дел на горизонте. И, соответственно, я решил попробовать. И всё это пошло, поехало, закрутилось. И вот я уже освещаю для вас столь любопытный матч, как Energy против Immortals. Так, а здесь, кстати, не безинтересный... Развитие событий не безинтересное. Прошу прощения, друзья, у нас. В принципе, есть ещё шансы, если Тапсон законтролит. Но флешечка очень не вовремя в него влетела. В итоге с горем напополам. Но всё-таки Immortal взяли седьмой для себя в подряд раунд. Ну... Так, что тут пишут? Звук? Звук пропал, наверное, на момент. Ну, судя по всему, у меня чудесные истории мои были перебиты звуком, друзья. Если так, напишите в чате, я, наверное, повторюсь. Потому что оно уже не будет так эффектно. Ну, что поделаешь. Не будет той искренности, той нотки оптимизма в моём голосе, наверное, если я буду пересказывать её ещё раз. Так, ну а пока давайте посмотрим за Лукасом. Нет, не посмотрим, потому что его уже убил Гоубик. Хорошая приёмка, в принципе, грамотный раскид от Energy. Не знаю, где эти раунды были ранее. Наконец-то плотные гранаты. И вот теперь там можно поставить бомбу. Слушайте, это первая бомба. Да, это первая бомба сейчас для команды Energy. И теперь уже защита плента. В принципе, могут не позволить осуществить ретейк. У Леги интересная позиция. Если он сможет её реализовать, то, конечно, топчик всё будет. Ну, давайте глянем. Пошёл сам воевать, но это оказалось плюсом для него, потому что со стилом он справился. И вот теперь звено коннектора вынуждено здесь открываться под перекрестный огонь. При отсутствии гранат, скорее всего, это закончится микрофиаско в открытии от Гоба Би. И это, дамы и господа, наконец-то первый раунд для команды Energy. Всё слышно было, пишут отлично. Тогда нотка оптимизма в моём голосе останется и дальше, но уж на других прекрасных историях, которые, если вы, конечно, будете что-то любопытное спрашивать, то, что не выходит за рамки мега-жёсткого инсайда цензуры прометки 18+, и закрыто Роскомнадзором, то я смогу вам смело рассказать, друзья, на нашей потрясающей трансляции всё-таки. Ночные матчи, они всегда, как по мне, должны быть более такого лайтового формата, потому что все мы уставшие после тяжёлого дня, у кого-то тяжёлый день только впереди, и хочется немного отдохнуть. И, конечно, помимо того, как смотреть красивый Counter-Strike, можно и просто приятно пообщаться. Так, Стил, что-то вот тиммейты у тебя убивают, а ты как-то, по-моему, филонишь. 1-0-3, это несерьёзно. Пока только два очка у него. Ну, конечно, это не особо здорово, но что тут уж поделаешь. Интересно, такой прям мега-стабильный пинг. Всё-таки играется не на лане. Ого, ничего себе, у меня тут внезапно появился звук. Я аж испугался, если честно. Ну и по пятёрочке пингов, пацанов. Ну, тут пока ничего не происходит. Я вот не могу понять, звук у меня... Да, у меня есть звук. Теперь-то я вообще счастлив, друзья. Что ещё нужно для счастья, кроме как потрясающего звука? КС-ки. Так. Пока давайте, наверное, вам напомню. У нас такая весьма медленная стадия раунда о том, что это первая карта из четырёх на сегодня в рамках американского ИЦС. И ещё одна карта пройдёт между Energy и Immortals. И далее у нас уже схлестнутся другая пара коллективов. Их я вам назову чуточку попозже, потому что сейчас начинается весь самый любопытный движ. Уже начинается выход на Аплент, но при этом стяжка хилпы моментальная. Лукаса просто не контролит. Он делает два килла, подключается Хейни. Делает минус ещё и по Тапсу. Ну и ПТР уже пытается спасти свою грешную душу, но ему это сделать не позволят, друзья. 8-1 Energy. Вроде и раскидку дали, но это моментально было прочитано Immortals. Не хватает какой-то хитрости, что ли, в действиях, что и приводит к подобной ситуации. 8-1 это, конечно, совсем не Камильфолм. И пока какой-то напряжённой каткой здесь даже близко не витает. Так. Ставлю ли я на матчи, друзья? Нет. На самом деле, когда-то ставил, но, как показала практика, ставочник из меня, наверное, всё-таки похуже, чем комментатор. Хочу в это верить. Ну и обычно все мои попытки заработка подобным образом заканчивались весьма и весьма плачевно. Потому что я иногда ставлю на тех, на кого ставить не надо, видимо. Есть золотые правила ставочников, и я их не придерживался, и теперь знаю, что был неправ. Так, ну и пока Энерджи. Раунд нерешительности, давайте его назовём. Ребята просто со второй космической скоростью пронеслись на точку Б. Увидели смачок и побежали обратно, и теперь уже ищут смачок, наверное, под точкой А. Что тут поделаешь? Ну, там их тоже, как бы, ожидают. Странно было бы очень оптимистично, мне кажется, ожидать какого-то укрепления от Имморталс против экономического раунда. Здесь пацаны играют чётко от дефолта. Разве что нет дельпана. Как-то обычно КТ-респ используется. Здесь же есть коннектор и джангл. Ну, что поделаешь. Пока, кстати, степом выходит инфы ноль. И только сейчас Лукас видит всю движуху, и, кстати, не особо хорошо справляется. Хватил его только на один минус. Это всё ещё может перерасти в проблему. Но не для Болса. Тот уже делает 2 кило Хейни, подключается. И это какая-то вакхеналия на пистолетах. Сейчас у нас, которые снова-таки заканчиваются в пользу. Имморталс и уже 9-1. Так. Ну, параллельно ищу и ищу что-то интересное. Вижу политоту. Друзья, давайте оставим куда-то её вот на других трансляциях. Потому что это несерьёзно. Всё-таки мы все собрались за интересными каточками. За тем, чтобы пообщаться задушевно в чатике. А не вот это вот обсуждать. Кто, что, кому и как. Кому и как надо обсуждать. Это как Легия кому-то в ухо прокрался. И похоронил сразу двоих оппонентов. Это были Болтс и Фелпс. Теперь уже и Лукаса нашли. И, по-моему, вот здесь раунд-то толком не начался. Как бы Энерджи толком не показали нам свою заготовку. Но при этом команда Имморталс уже вся погибла. И вынуждена, скорее всего, сейвить. Как бы здесь вариантов не так-то и много денег. Но адекватное, конечно, количество им хватит на какое-то время. Но что тут уж поделаешь. В принципе, придется бороться за девайсы. Но у Стила не особо получилось побороться. Его застали весьма в компрометирующей позиции. И весьма грубо над ним надругались. Давайте все-таки так, наверное, скажем. Кенни, ну, попытка выжить с Авиком в руках. Делает все, что может не ваншот по ГОБИ. Вот это было неприятно. Тем не менее, он его дожал. Авик, судя по всему, подсейвит. Да, не успеют задавить парня. Но главное, что подсейвили Авик. Смогут закупиться дальше. И все-таки это 9-2, друзья. Ну, так-то Энерджи еще остаются. Какие-никакие, но все-таки шансы на взятие какого-либо узового минимума. Пока, конечно, надо, по идее, взять все, что осталось. Но это тоже вполне реально. Если покажут нам какие-то интересные раунды. Но пока какие-то заготовки мы видим только от бразильцев. Immortals пытаются как-то нас удивлять недефолтными действиями. Конечно, их мы уже раньше встречали. Но, тем не менее, это не отменяет факта их любопытности. Лукас, ох, видел бы то, что мы видим сейчас. Ты б, конечно, нажал на спусковой крючок. А так, просто откинул флешку, отошел назад. И здесь стак под А4 игрока. Вот команда Immortals уже находится непосредственно под Аплентом. Именно сюда идет выход Лукаса. Законтролили. Тот уже погибает. Но теперь ниндзя абсолютно не ожидаем. И должны быть минусы и в пользу дефенза. Хотя, видимо, нет. Тапсон, Легия делают свою работу. Но Фелпс как хорошо врывается. Делает 2 кила и только после этого был разменен. Конечно, все еще огромное преимущество. Хенни здесь вряд ли сможет что-то затащить. Но, тем не менее, пытается. Есть смачок, есть авик. В принципе, можно попытаться побороться. Смачка дашь 2. Пикает калаш. Делает хорошую стенку. Пытается как-то переиграть своих оппонентов. Ну, не замечает их. Знает четко про позиции. Но вот, увы и ах, как-то... Уж нету каких-то предпосылов на взятие подобного раунда. Энерджи просто не суются до необходимого момента. И, соответственно, в ключевой ситуации открытие парное причем. И, соответственно, третий раунд для команды Энерджи. А вот теперь-то Имморталс уже эко вынуждены играть. Вот все постепенно и идет к подобной ситуации. Такой вот вопрос. Твоя работа к имендаторам это основной заработок? Или же увлечения, которые приносят копеечку и работаешь ли ты помимо киберспорта? Ребята, не работаю нигде помимо киберспорта. Комментаторство это основная профессия. Давайте так все-таки скажем. Ну и поэтому это мой хлеб насущный. В целом, конечно, не жалуюсь, что тут скажешь. Бывают работы определенно похуже. Но такое дело. Ладненько. Пока на эко, кстати, был первый минус от бразильцев. Но, тем не менее, с разменом. И более того, даже с определенным бонусом. Смогли найти Хенни и Болтса. По стилу тоже внесли порядочно дамага. Ну и, по идее, здесь нет никаких предпосылов на то, чтобы этот раунд все-таки ушел в копилку для Имморталс. По идее, здесь Энерджи все сделает красиво, четенько, верно. Ну и попутно выиграют для себя еще один раунд. А вот так-то все начиналось, казалось бы, просто ужасным образом. Ой-ой-ой, погодите! Стил, братишка, что ж такое? Ну, мне кажется... Ну, вот, наверное, среднестатистический глобал из чатика бы такого оппонента принял точно. Да и не одного, наверное, а сразу нескольких. Уж больно хороша была позиция, хорош тайминг, можно было хоронить. Но на то у этого парня и 2 кила на 6 смертей при счете 9-3, чтобы в таких моментах фейлить, наверное. Так, ну и пока уже начинается выход на аппоэнт, конечно. Аккомпанемент звуков автомата Калашникова сигнализирует о том, что Энерджи уже раскрушили всех своих оппонентов. И готовы забирать для себя еще один раунд. Хотя Фелпс, видимо, хочет еще вставить какие-то минимальные палки в колеса. Но пока ему не позволяют этого сделать. Ввиду чего тот просто пытается выживать. Эх, ну... Это, конечно, четвертый, и все складывается очень любопытно. Возможно, Энерджи просто не проснулись еще, и лично я их недооцениваю. Если честно, не смотрел коэффициенты, не смотрел там, что думают букмекеры на этот счет, насчет этого матча, в принципе. Да и за командой Энерджи я, наверное, не так часто наблюдаю, в принципе. Но, тем не менее, вот как-то планка ожиданий, наверное, у меня была занижена по отношению к ним в рамках этого матча. Потому что Имморталс плюс-минус неплохие результаты показывают. Те же Фелпс. Кстати, Фелпса долгое время, ну, не то чтобы долгое время, но какой-то период обсуждали, что, возможно, его возьмут в команду СК Гейминг. Но этого не случилось. Там тот же Тако проверка эту информацию о том, что никаких замен не будет. Говорили о том, что, возможно, FNX отправится благополучно на лавку запасных. И вместо него возьмут Фелпса. Но это не зря. Фелпс, кстати, очень талантливый игрок. Достаточно молодой. И постоянно находит свои киллы. Ну, что стоит отметить. Он еще и на роли второго снайпера действительно классно отыгрывает. Но пока, правда, нам не давали возможности в этом убедиться. А вот стил как-то... Ну, это называется, что есть, что нет. Причем именно через США, знаете, чтобы подчеркнуть всю нелепость его отыгрывания в команде пока что. Спрашивают про пик, друзья. Беда в том, вообще, это, наверное, главная проблема матчей ЦС, в том, что толком нельзя никак узнать, кто что пикнул, потому что они это не показывают инфу. Ну, то есть, ее нет на HALTV, ее не пишут нам в какие-то отдельные конференции, откуда мы узнаем сервер, да, например. Ну, и разве что можно у них на трансляции подглядывать. У меня, когда есть возможность, я подсматриваю. Но я уже вам говорил сегодня, вот, у нас все происходило немного экспромтом. Студия буквально на глазах у меня возвелась из места, где ее никогда не было и в помине. Поэтому не чекнул, кто что взял. Ну, кстати, что интересно, на ИЦСе, пока смотрим за ретейком, наверное, можно это обсудить. Хотя, давайте лучше понаблюдаем с тем, что делает Лукас. А Лукас делает красоту, но не до конца. Питер все-таки оказался краше в данной ситуации. Берет пятый раунд для команды, на секундочку, своим трипл килом. И вот теперь уже счет не кажется таким разгромным. Особенно учитывая фактор экономики. Глядя на то, что по деньгам у Immortals, четко понимаем о том, что шансов на этот раунд не так-то и много, как, наверное, хотелось бы поклонникам этого коллектива. Так вот, про ИЦС. У них очень забавная система пикабана. Играют они два best of 1, а не best of 2. И вся фишка в том, ну, не это забавно. Забавно то, что бывают моменты, когда смотрим мы дважды одну и ту же карту между одними и теми же коллективами. Это очень, как по мне, нелепо, что ли. Да и дурно складывается на зрелищности матча. Но вот на моей памяти я смотрел три кэша подряд в рамках ИЦС. И это было грустно, если честно. Ну, как-то ребята еще не пересмотрели систему мопета у себя, чтобы избежать подобных конфузов. Хотя это достаточно просто. Ну, пока последний раунд первой половины, судя по всему, закончится тоже под нотки команды Energy. Они, в принципе, неплохо зачистили бэпуэнт и уже остались при ситуации 4 в 2. Хотя и ненадолго все уже переросло в 1-3. Но Фагли успокоил Лукаса и тем самым вывел свою команду на просто шикарный счет. Шикарный, как минимум, как по такому началу. Напомню о том, что ребята взяли стрик из семи раундов. И вот теперь, несмотря на такое ужасное начало, действительно все выглядит вполне играбельно. 9-6. По демкам отыгрывали. Такое тоже бывает, друзья, кстати. Но тут такая тема получается. То, что матчей на ИЦС огромное количество. Ну, сами посчитайте. Есть вот, да, в Европе и в Америке по 10 команд в группе. И каждый из них играет раунд Робин, Бест оф Лан, 2 круга. Это получается, что... Сколько, чтобы вам не соврать. По 18 матчей в каждом... В каждой группе у нас происходит. И, соответственно, не все команды могут играть постоянно. Из-за этого такое бывает. Пока какой-то мегапистолетный раунд от Гоба бит Тапсона и Леги. И ребята просто уничтожили оппонентов. Тема пытались открыться на базу Б, но их просто похоронили. Похоронили надежды, наверное, на какую-то доминацию во второй половине. Вот вам и Энерджи. Казалось бы, ребята не могли вообще ничего нам показать на протяжении первых 7 раундов. И тут показывают такую царскую приемку. Но это было, правда, красиво. Чудовищно жесткий аим какой-то они смогли нам продемонстрировать. И вот-вот вам уже как бы 9-9 не за горами. А ведь все начиналось 7-0. Так, пишут про школу. Друг, какая школа? Завтра школа, это не важно. Сегодня и Морталс, и Энерджи. И Фагли, который делает 2 кила. Ну, такое, конечно, получается. Какой-то адовый замес. Они форс-раунд от Имморталс. Они попытались как-то вот разыграть раунд на теках-арморах. Но, знаете ли, как-то до их-то раунда и не дошло. Все происходило целиком и полностью под диктовку Энерджи. Ребята просто зачистили территорию на контрагрессии. Ну, это, конечно, все любопытно. Но еще любопытнее факта. Воу, вот вообще, и Морталс думают выходить дальше как-то на какие-то раунды. Ибо давненько мы от этих ребят чего-то красивого не видели. Пока смотрим. Тапсон уже делает интрикил. В принципе, на ЭК это не так критично. Но что тут уж поделаешь. Скорее всего, команда Имморталс будет только на девайс там как-то показывать нам интригу. Ну, а здесь вы все видите сами. Собственно говоря, максимум, что это залетает какой-то минимальный дамаг. Но этого недостаточно, поскольку... Поскольку все живы, все здоровы, у всех много денег. Так как было три фармгана. И, кстати, высока вероятность того, что... Нет, все-таки один из них выкинули. Но останется два Йомпа дальше. Которые будут уже использоваться. Ну, вот так вот на первом девайсе нам появляется сразу два авика. В команде Energy. Легия и ПТР отыгрывают на АВП. Напомню вам о том, что, в принципе, мейн-снайпером сейчас является ПТР. Но для Легии эта роль тоже... Давно как бы знакома. Так, Тапсон, очень читаемая флешечка. Но Болтс просто решил посмотреть на металлическую заскриптованную текстурную дверку, которая никогда не открывается. Ну, а вдруг Малали может откроется? На самом деле нет. В общем, не знаю, что он только что делал. Четко слышал флешку. Но ждал Пелоса, скорее всего. Отсутствие информации как раз и похоронило здесь игрока атаки. Ну и, кстати, возможно, и похоронят и шансы на этот раунд, потому что... Уж очень агрессивно себя ведут Energy. По сути, это все оправдывается хорошими киллами. Я бы даже сказал сочными. Легия уже не побоялся даже на дигле закрыть оппонента. Правда, вот в упоре Фелпс он вряд ли чувствует. Да, именно это играет ключевую роль. И теперь уже придется выбивать. Два в два. Бомба будет установлена на 43 секунде. И, соответственно, ребята попытаются отдефать в два авика. Вот это поворот. Ну, ладно, Фелпс все-таки поменял АВП на калашек. И теперь готов воевать. Но прячется в дыму. Очень хитро пытается действовать. Ёжик в тумане это называется, но... Правда, вот Ёжика как-то, по-моему, только что Слоник придавил. Ну, что поделаешь, теперь уже раунд для Хенни. И, как бы, с Савиком не очень комфортно. Но он тут будет отыгрывать. Хотя, когда так на него открываются... Да. Ясно. В общем... Ну, ладно, это Хенни, который из-за машины сделал два килла, просто не отходя от кассы. И тем самым, собственно говоря, взял все-таки раунд для бразильцев. Обсуждает эту мега-флешку. Но, как бы да, если кто-то шарит такую вещь, как Games Academy от дяди Фоллона, тот показывал обычную простую флешку, которая набрасывается, и от нее отвернуться нельзя вот так вот легко. Но, видно, Energy Games Academy не смотрели. А вот Immortals смотрели наверняка. Губи! Пока показывал, как он может классно убегать от пуль, которые впитывает его спина, словно губка-боб. Квадратные штаны, которого положили на разлитую Кока-Колу. Не знаю, почему у меня такая метафора созрела, но захотелось. Начиная трансляция, тут можно говорить что угодно. Так, Хенни находит губа-би. В принципе, здесь уже начинается флл-контролл от Immortals. Если помните, вот как-то я в предыдущем раунде отмечал то, что Energy со всех сторон подступали, собирали огромное количество информации. Здесь ровно обратное положение. Здесь план Капкан, который сужается вокруг Легии. Но Хенни определенно не был готов к такому повороту событий. Позиция была упорной и, соответственно, его просто уничтожили без малейших трудностей. Но, тем не менее, это не особо его спасло при перестрелке против Фелпса. Следом погибает уже и ПТР. Ну, а значит, что Фагли остался на закусочку для бразильцев. Те, кстати, не особо спешили бомбу ставить. Понимали, что где-то неподалеку может находиться их оппонент и теперь попытаются отжать последний девайс. Ну, да, этот парень уже подарит полторы тысячи, по-моему, для Фагли. Не, решил не резать, решил так воевать. И, кстати, еще попытаются выбить. Интересное решение. Но, правда, здесь Лукас и у него М-ка, которая и уничтожает оппонента. Все-таки 11-9 и все идет к возобновлению бразильской доминации. У нас тут спамер появился. Ну, я на досуге перманент бан выпишу этому парню. Обнажу баннхаммер, то, что называется. Но, увы, друзья, для того, чтобы это сделать, мне придется пройти 2,5 метра. Провод наушников 2 метра и 4 сантиметра. 40 сантиметров. Поэтому мне не хватит, извините. В перерыве. В перерыве я обязательно почищу чат. Выпишу бан всем неверным. Покараю тех, кого надо. И не надо. Потому что власть это круто. Так, ну а пока экономически. Вот Энерджи. Но, судя по всему, недолго. Мы за ним посмотрим. Попали по голове Фелпсу, но тот на развороте все равно добил Гобоби. Так, ну параллельно что-то интересное тут. Я никому не давал. Тут пишут, что я кому-то бан давал, не тому. Друзья, у меня перед глазами КС-очка и на телефоне открыт чатик. Вы не подумайте. Я пока мысленно баны не научился прописывать. Это кто-то хитрый делает. Я не знаю. Гоби! Ну это очень нагло было, конечно. Вот стила под неидеальный смог. Второй туда же. Что вы творите, бразильцы? Это же не смешно. Гоби отходит назад. Выживает еще. И не потерял ни единого хиллспоинта, как и вся его команда. А при этом уже сделали два интрикила. Оставили двоим оппонентам около 50 хиллспоинтов. Ну и готовы просто забирать раунд на ранних парах. Вот, оказывается, что дады было просто врываться пораньше. Но это не смешно. Это, конечно, не серьезно. То, что сейчас происходило. По идее, Immortals должны были готовы быть готовы к подобным мувам. По идее, они должны были ждать, я не знаю, чего-то подобного. Но, как мы видим, нет. Там просто... Пацаны побрывались со всех сторон, посносили башни. И вот теперь уже отыгрывали 5 в 3. Уже, правда, 2 в 4. Но в целом все еще преимущество колоссальное. Именно для Energy. Здесь еще и бомба. Значит, в принципе, придется побороться за нее бразильцам. Ну или сейвить до последнего. У них 23 секунды времени Хенни нашел в дыму. Все-таки настреливал как мог. Сделал, конечно, неплохой килл. Но, так или иначе, все это неминуемо обернулось просто дропчиком АВП для игроков Дефенза. Так, ну и теперь уже 2 авиков попытаются отыграть. Кстати, вот что интересно. Я говорил о том, что часто Фелпс является вторым снайпером в команде. После Хенни, конечно. Но пока что пытаются обойтись без него. Снова агрессивные действия. Снова бразильцы к этому не готовы. Как это объяснить? Абсолютно никак. В принципе, шорт, наверное, стоило ожидать. Но ребята решили побоевать на раннем тайминге. Что, кстати, принесло свои плоды как тем, так и другим Фелпс. Ну, слишком открытый врыв. Уже будучи слепым, Петер все равно нашел свой килл. Попытка развести на выстрел. Ничем хорошим не закончилась. И как-то вот здесь совершенно не собрано выглядят ребята из Immortals. Просто отдача какая-то индивидуальная от каждого из них. Ну и, конечно, 11 раунд для Energy. Как-то, если честно, вот подобные выходы в атаке меня очень удручают. Все-таки ребятам не первый день катают карту Mirage. Четко понимают, что и как. Но вот не ждать аркады от КТ на Mirage. На этой карте, в принципе, если ты играешь пассивно, то у тебя очень мало шансов выигрывать хоть что-то. Здесь какая-то минимальная агрессия допредпринимается и при этом очень часто. И поэтому вот не ждать подобных мулов это очень странно было. Ну да ладно. Это уже дела, конечно, непосредственно бразильцев. Они все равно попытаются выиграть, конечно, и заполучить очередные 3 очка в группе. Хотя пока вот Energy к этому неумолимо приближаются. Особенно учитывая то, что у их соперников сейчас экономический. А там как бы уже 12-12. Не за горами Energy играют за сильную сторону. Для себя, очевидно, тоже им удобно играть за сторону, где не надо, знаете, вот много придумывать. Стоишь от позиции, показываешь какие-то минимальные пуши, которым раз за разом не готовы бразильцы. И просто шинкуешь минусы, как это делает ПТР. Хени, Болтс. Ну, на пару как-то еще, конечно, попытаются нас с вами удивить сочными хайлайтиками, какими-то интересными моментами. Болтс, в принципе, уже начинает свое победоносное шествие. Но надолго ли его хватит, это уже совсем другой вопрос, друзья. Потому что его тиммейт в лице Хени погиб. Бомба в коннекторе. Собственно говоря, можно сейвить. Как бы тут нет смысла сливаться, но нет смысла и выживать. В итоге, банально погиб при перестрелке против Гоба Би. И вот она, временная ничья. Напомню вам о том, что все начиналось со счета 7-0. И вот уже настолько сильно напрягают своих оппонентов ребята из Energy, что это, правда, заслуживает уважения. Мне прямо стало интересно. Хочу глянуть, что там по КФчикам непосредственно на этот матч. На, ну да. На Immortals 1.18 и 3.68 на Energy. Вот такие вот коэффициенты у нас выдает ygb.com, друзья. То есть не только я считал бразильцев фаворитами. Это утешает на самом деле, потому что я уже усомнился в том, что там... Я, может, что-то пропустил просто там в КСе и не знал, что внезапно как-то Шакил Анил, а именно он является владельцем организации Energy, кстати, если кто не в курсе, где-то кому-то надавал по чайнику и заставил хорошо играть. Но на самом деле нет. И, кстати, я ошибался, друзья, на тему того, что Immortals выходят или нет из группы. Immortals пока что выходят. Находятся они на четвертом месте. Поэтому им надо просто укреплять свою позицию. И, собственно говоря, в этом девайсном раунде они это и попытались там обеспечить. Пока, кстати, тут, по-моему... Ну да, по-хорошему играть бэкки для Energy. И, кстати, в самый неудачный для них момент, наверное, учитывая фактор такого счета. Отдавать 14-й не хочется, но при этом отдавать 15-й было бы еще хуже. Давайте, наверное, обсудим группу в целом. Лидирует на данный момент SK. Они отыграли все матчи. У них 14 побед. Столько же у Cloud9, собственно говоря. И у них тоже все матчи отыграны. Следом за ними идут Optic Gaming. 11 побед из 16 матчей. И Immortals 10 побед из 16 матчей. Именно эти 4 коллектива пока что выходят из группы. Ну и, собственно говоря, тут уже минимум матчей, которые что-либо серьезное решают, если честно. В основном участь команд уже предопределена. Ну, вот тех же Energy шансов выйти из группы нет абсолютно никаких. Но при этом какие-то, не знаю, матчи Престижа выигрывать можно, конечно. Потому что иначе будет совсем обидно. К слову, матчи Престижа. Тут и Optic Gaming сегодня, что у нас заруба против ContraLogic Gaming. Ну и опять все идет к тому, что от СЛГ надо брать все катки для того, чтобы выходить из группы. А Optic надо проиграть все. Ну, маловероятно, конечно. Но, тем не менее, пока у нас не безинтересный раунд происходит. Происходил, вернее. Надеялся я на то, что попытаются еще побороться с искоркой в глазах Energy. Но решили, что Калаш дороже раундом. Да и, в принципе, были правы. Как только погиб игрок на шарте, стало ясно о том, что выбивание не имеет места быть. Просто и придется все-таки подсоединить Калашик. Оставить его на следующий раунд, дропнуть его тому же Фагли, кому-то купить авик. И все тогда будет замечательно. Ну и это 14-13. Бразильцы, несмотря на то, что проиграли весьма солидное количество раундов, в последнее время здесь сколько? Стрик у нас получился из 8 раундов. На секундочку. Смогли снова дать отпор своим оппонентам. И вот уже выводят все на финишную прямую на первой карте. Шак, который баскетболист. Да, Шакиланил, который баскетболист. Вообще, интересный парень. У него свое видение киберспорта. Я не знаю, он там такого вываливает интересного. Потому что, если кто... Ну, я думаю, мало кто здесь следит за киберспортивным Overwatch'ем. Я слежу. Получается, была команда, которая тогда не имела мощной организации за плечами, но подавала неплохие надежды. И он просто им написал в твиттере. Пацаны, переходите ко мне, получите много денег. Ну, они, собственно говоря, и перешли. Так появился Overwatch состав организации Energy. У которого дела, наверное, получше, чем у Кейсерского даже. В какой-то мере. Но пока... При 3 в 3 еще можно попытаться разыграть. Легия, Петер и Фагли против Болтса, Фелпса и Хени. Конечно, у бразильцев связка боевая осталась. Но идут они на укрепленный плен. Тут все 3 игрока Дефенза пытаются как-то принимать. И у них это хорошо. Получается 2 синхронных минуса. И теперь только Хени остается против троих. Конечно, 46 секунд времени это круто. И отсутствие слуха абсолютной у Легии тоже. Но это никак не помогло бразильцу. Он все равно погиб. А значит, отдал 13-й раунд. Борьба-то у нас жестокая намечается. Друзья, тут все весьма и весьма сильно происходит. Так, параллельно ищу что-то, что у нас интересное происходит. А, спрашивают про систему проведения. Давайте, да, обсудим. Есть 2 группы Европы и Америка. В каждой по 10 команд из них выходит по 4 коллектива. Играют они между собой Раунд Робин, Бест оф Лан, 2 круга. Ну, обычная круговая система, в общем. Ну, по 18 матчей у каждого. И далее уже непосредственно по 4 команды выходят на глобальные лан-финалы. Честно говоря, я не смогу вам сейчас назвать четкое место, время проведения. Слети за анонсами и все будет. Ну, и можете банально чекнуть helltv.org. И там уже слеснутся обе группы и покажут нам мастер-класс. Так, ну и бразильцы. Уже остались 3 в 5. Рискует выходить на временную нищую. Но Фагли открылся неудачно. Питер дает размин, а тиммейт не подстраховал. Более того, Питер еще и знал про местоположение его оппонента, которым находился Стил. Ну и похоронил еще и того. Пауза влетает. А на самом деле давно пора от Имморталс. При счете 14-14 и отсутствии экономики у бразильцев. Как бы здесь все очень плохо, если честно. И как бы намекает нам на то, что... Либо допы, либо... Будет какая-то небольшая радость сегодня у Шакила. Потому что его парни, ну, хоть каточку, да, выиграют. Так, ну и что? Ну, понятное дело, делают Форс. Тут уже как бы никаких вариантов не предвидится других. Тут что ты хочешь сделать, когда все идет настолько плохо. На самом деле, наверное, 9 из 10 команд в таких ситуациях берут Форсы. Ну, понятно, закупаются. А вот реализация, это уж другая тема. И тут не все способны ее показать. А вот у бразильцев, походу, есть на этом какие-то предпосылы. Если смогут законтролить Гобоби. Ну, с размена получается. Остаются все еще в большинстве. А там два снайпера. Это Легия и ПТР. Девайсов на руках не имеется. Не смогли забрать... Что это был за килл? А, у меня так показало, извините. Ну, ладно. Легия все-таки нашел очень важный минус. Бомба, кстати, потеряна. И вот после этого можно уж говорить о том, что Форс вряд ли увенчается успехом. Но, тем не менее, можно еще попытаться побороться. Если там у того же Лукаса залетит стрельба с Дигла. Ребята, кстати, решили удивить. Тут ранбуст. Оп. Летающий болтс. Но, тем не менее, никого он не находит. Кроме как небольшого количества раскидки. И бомбы, что немаловажно. Теперь тоже попытаются разыграть. И уходят под Б-пуэнт. С расчетом, конечно, установки бомбы туда. Но, по-моему, Энерджи это прочитали. И уже готовы принимать своих оппонентов непосредственно на этой точке. Ну, Легия должен делать первый минус. Далее подключится уже и ПТР. Все-таки хорошие точки. По идее, 15-й упадет. Для Энерджи, если не зафейлят в плане стрельбы. Если все будет верно по таймингу. А по таймингу, кстати, не везет, по-моему. Да, пропускают. Хотя, это не особо помогает в данной ситуации. Лукаса уже уработали. Бот остается последним. Открытие понимает, что играет против двоих оппонентов. Знает четко, где они находятся. Но, тем не менее, погибает. От рук ПТРа все-таки открылся под перекрестный огонь. А вот он и 15-й для Энерджи, друзья. Ну, все-таки матч-поинт. Для этой команды. И Морталс. Ну, в принципе, бай, конечно, какой-то да получится. Там даже калашик у нас будет неплохо. Но не идеальный, естественно. Ну и вот. Возможно, последний раунд на Мираже, друзья. Смотрим за разыгровкой от бразильцев. Что они придумают. По-моему, ничего сильно гениального придумать они не собираются. Уже заняли позиции под выход на оба-поинт. Позиционочка 3-1-1. Ну и можно показать неплохой сплит. В принципе. Если смогут законтролить. На точке находятся Легия и Гоби. Ну и... Именно они ответственны за приемку решающего раунда на Мираже. Давайте смотреть. Уже и ПТР перетягивается. Пошел выход. Первый минус. Все-таки за ПТР. Далее. Размен. Есть. Легия пытается воевать на пистолете. У него это получается. Килл похилия он тоже находит. Но, тем не менее, дальше подставляется. Защищает территорию команды Имморталс. И все-таки ставит бомбу. Остаются в меньшинстве. Энерджи. И вот теперь-то возникают у них проблемы, друзья. По-моему, это заделаны овертаймы. Но Тапсон и Фагли, конечно, попытаются разыграть этот раунд. Неудачный тайминг. Так. Ну и Тапсон ждет. Ждет открытие от болса. Ждет ошибки. Но ошибки пока никакой нет. Сместился за машину стил. А тот замувился. Запалился. Тапсона это никак не спасет. Потому что его задавили со всех сторон. 15-15. Овертаймы на первой карте, дамы и господа. Значит, ничего еще не решено. Здесь вот вам и заруба. Казалось бы, матч ничего толком не решает. Для Энерджи. Но, тем не менее, ребята борются до победного конца. Стоит отдельно отметить то, что стил так и не включился. У него все еще КД 05. Ну, это совершенно не уровень, конечно, когда идет такая вот плотная борьба. Ну, система у нас МР-3 10 тысяч. Если кто-то еще не был в курсе. Поэтому для команды Энерджи очень важно брать хотя бы один из раундов в защите, чтобы не испытывать проблем в экономике в других. Тоже система, на самом деле, на любителя. Как по мне, уж есть в ней определенные недосчеты. Но это на вкус и цвет. Так или иначе, я считаю, что должен решать, в первую очередь, скилл, понимание каких-то ситуаций, а не экономика на допах. Многие все-таки со мной согласны, люди. Ну, ладно, это уж такое дело. Олегия космический десант там только что продемонстрировал. Но, правда, он был для него посмертным. Что тут уж поделаешь. ПТР, тем не менее, все-таки забрал Хенни. При этом, тот был с бомбой на руках даже. Это, конечно, не самое приятное жертвам. Но, тем не менее, бомбу до плента донести смогли. Но ее даже ставить не пришлось. Потому что ПТР погиб раньше от рукболса. И, соответственно, раунд за Имморталс. 16-й заветный, но, увы, слишком поздно. Теперь уже надо брать все 19. Так или иначе, я пока вот ради интереса хочу открыть историю матчей у Стива. Мне кажется, он просто не в первый раз так подзакидывает. Да! Этот парень испытывает не лучшие времена. Давайте так это назовем. Хотя у него тут матчи еще были против коллективов не самых приятных. Против Na'Vi, против NAP. Но, в целом, обычно у него рейтинг вот 0.6-0.4. Что, конечно, не является хорошим показателем. Ну, а пока приемка от Энерджи. Имморталс попытались как-то агрессивно действовать. Ну, и за это поплатились очень грубо. Как-то вот, не знаю, агрессивная игра, быстрый темп. Это вообще не для бразильцев, мне кажется. Уж вольно часто они погибают на ранних таймингах. Если пытаются куда-то врываться, если врываются на них. Ну, и все это привело уже к очередной временной ничьи. Это 16-16. Друзья, и, соответственно, деньги будут, что немаловажно. Ну, конечно, для Энерджи. У Имморталсу и так и так неплохо. А вот у Энерджи могли бы возникнуть трудности. Но, как мы видим, даже в этом раунде проблем возникает в первую очередь не так у Имморталс, как скорее у команды Энерджи, потому что уже как какие-то, я не знаю, херсонские арбузы хрустят головы Лукаса и Стила, те уже благополучно погибают, собственно говоря, от хедшотов. И далее. Разыгровка 3 в 4 была, но, тем не менее, вполне успешная. Какое-то время, по крайней мере. Пока не законтролили товарища Фелпса. Авангардный врыв от Боутса. Но какой же он был хороший. В итоге дает трипл килл, задавил оппонентов на КТ. И вот теперь только Го Би последний против двоих сразу остается. Так, ну и установка бомбы. И все-таки Боллс делает квадро, кстати, в этом раунде. Хенни сгорает постфактум уже в молотве Го Би. Но это не отменяет факта того, что все-таки команда Имморталс за атаку выходит вперед на Мираже, что, в принципе, для них является плюсом. Конечно. Кстати, да, тут обсуждают то, что Петер в последнее время хорошо играет. Ну, лучше, чем... Там, я не знаю, у него было пару месяцев назад весьма неприятная часть в его карьере какая-то. Я помню, он еще на Елиге в первом сезоне неплохо играл. У него, в принципе, плюс-минус получалось. Но с тех пор мы толком ничего от него-то и не видели. Как-то вот парень неплохо засветился на одних ланах, а дальше посыпался. Ну ладно. Возможно, здесь еще покажет себя. Тем более, что сейчас он как никогда нужен своей команде. Тут пока... Пока уже его команда в меньшинстве. Вот в чем беда. Извините, иногда, что теряя собственных мыслях, в последнее время как-то не могу выработать себе четкий киберспортивный график. Это значит вставать не раньше, там, двух часов дня, наверное, когда такие матчи идут. Поэтому иногда такое бывает. Ну ладно. Еще один минус. Уже погибает Гоби. Следом отправляется, конечно, он за респаун. За Тапсоном. Ну и вот теперь-то его тиммейты в меньшинстве уже пытаются прорываться на Б-плент. Надо бакилы делать, а килы-то совершенно не делаются. Только сейчас могли разменять стила. Но все еще тут есть Фагли. Дает смачок, под него грамотно уходит. Решают отдавать плент, но при этом грамотно выбивать. Идеально отыграли сейчас под дым. И теперь у Питера шансов на такую разыгровку практически нет. Он, конечно, попытался, но сделать ничего у него, увы, не получилось. 18-16 и 2 матч-поинта для команды Immortals. Ну, ребята, на финишной прямой. Мне нравится вот это вот братья, которые, в принципе, друг от друга практически не отстает. У них постоянно какое-то плюс-минус одинаковое количество киллов. Посмотрите, 57 у троих игроков сразу очков. Это жестко. Ну, а значит, в принципе, ребята себя показывают как стабильная команда. Кроме стила, конечно. Я уже отмечал о том, что у него, в принципе, пока не идет. А вот у Хенни все прекрасно. Он уже делает 2 энтрикила. И это на матч-поинтах, друзья. Тапсон тоже погибает. Агрессивный раунд в мидл. Закончился в салат. 19-16 и Immortals одерживают победу. Все-таки на карте Mirage, хоть и на овертаймах. Начали здорово. Напомню, что был стрик из 7 раундов. Ну и вот теперь-то ребята смогли, точнее, довести дело до победного конца. Несмотря на то, что играли в какой-то мере не в полном составе. Стил не действовал, наверное, настолько хорошо, как бы это хотелось его тиммейтам. Но что тут уж поделаешь. Ну что ж, друзья. Пока что ждет у нас небольшой перерывчик. Совсем скоро стартует вторая карта в этом противостоянии. Это будет кэш. Все те же команды. Это также Immortals, также Energy. Пока минимальный перерыв, музыкальная пауза. И совсем скоро мы вернемся. Вы же никуда не выходите, потому что вот-вот матч начнется.